МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелева. Пока одни сдавали экзамены, у других сдавали нервы. ЕГЭ-2013 выдался рекордным на скандалы. О том, как этот непростой период прошел в Чувашии, говорили сегодня в Доме правительства на еженедельном совещании у главы республики. 100 баллов из 100 возможных. Такой результат на ЕГЭ-2013 показали 190 школьников в Чувашии. В прошлом году подобной планке достигли только 79 учеников. Благодаря такому количеству умников и умниц Чувашия вошла в шестерку регионов, где к работам выпускников проявили повышенное внимание. И нас перепроверяют, в том числе мы сами перепроверили работы. Поэтому в целом подтверждаются наши работы. Есть некоторые нюансы, где 1-2 балла мы находим от 100 баллов. Несколько баллов, например, от 46 стабальников по математике осталось 43. Это, я считаю, тоже неплохо. Воспользоваться чем-либо еще, кроме собственной головы, судя по всему, было непросто. В каждом классе, где сдавали экзамен, установили по две камеры видеонаблюдения. Однако даже при таких мерах без ЧП не обошлось. В этом году 4 случая допустили. Один из них как раз выбор в Урмарском районе. Ученица хорошо, которая обучалась, которая участвовала на Олимпиадах, сняла на сотовый телефон и отправила домой. В результате мы вынуждены были составить на нее протокол, и она лишена пересдачи экзаменов. Вот такие факты не должны быть в школах. Поэтому видеокамеры, прежде всего, для того, чтобы обезопасить, предупредить, пресекать такие вещи. При помощи современных средств следят не только за школьниками на экзаменах, но и за участниками дорожного движения. Еще одна тема совещания – работа в регионе систем видеофиксации. На данный момент далеко не все закупленные приборы встали на стражу порядка. На сегодняшний день из 19 комплексов у нас 6 в настоящее время подключены к системе электропитания и работают в тестовом режиме. По 10 комплексам от коммунальных технологий пока не получены справки. О выполнении технических условий. Это по нашим сведениям, эта работа фактически выполнена, но, тем не менее, подтверждения документального нет. По объектам Октябрьский мост, Ротопопиха, Калинина, Гагаринский мост, Фучика, Университетская, 30-я автодорога, Шевченко и ряда других. По двум точкам города Чебоксары, это Игерский бульвар, к сожалению, коммунальные технологии пока не выполнили свою работу по подключению. Это вопрос о безопасности. Здесь можно говорить, валить друг на друга, но этих вещей вообще не должно быть. Как часы, на едином дыхании, все работы должны проводиться. К коммунальным технологиям вы говорите вопросы там, в чем вопрос. А вопрос оказался в подключении оборудования к электросети. Как оказалось, затягиваются сроки из-за того, что приходится тянуть новые провода. Вот по этим двум точкам прорабатывался вопрос по подключению к водным распределительным устройствам управляющих компаний, Пик-1 и еще одна. С ними не договорились, поэтому сейчас прорабатываем вопрос прокладки сетей от собственных трансформаторных подстанций. Впрочем, трудности переговоров с управляющими компаниями пояснил глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков. Дело в том, что питать комплексы в ряде случаев планировали от прилегающих домов. Ну а жители высказались против таких потребителей. Так или иначе, вопрос решается. На сегодняшний день закуплены еще 23 комплекса на сумму свыше 20 миллионов рублей. И их тоже предстоит подключить до сентября этого года. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Программу реабилитации наркозависимых граждан, своего рода национальную стратегию, возможно, к концу года рассмотрят депутаты Госдумы. Этот пакет документов уже окрестили беспрецедентным. Наркомания – угроза национальной безопасности. Все усилия государства сейчас направлены на то, чтобы сократить предложения и спрос на опасные вещества. Ключевую роль играет реабилитация и ресоциализация наркопотребителей. По данным Госдаркоконтроля страны, ежегодно выявляется свыше 1 миллиона наркозависимых. Лишь 10-20 тысяч из них вовлекаются в реабилитацию. Вот и вся эффективность. Вопросы реабилитации наркозависимых и работы программы противодействия наркомании в Чувашии обсудила специальная комиссия. Александр, имя изменено, попробовал наркотики в 16 лет. Из любопытства. В итоге на протяжении 10 лет доза за дозой, скандалы в семье и конфликт с законом. Мне место лишения свободы дали отсрочку на 4 года. И назначили, получается, лечение, пройти полное лечение, курс лечения. Вот, в экологическом центре. Лечение вместо заключения через отсрочку. Один из способов реабилитации наркозависимых. Касается он тех, кто совершил преступление так называемой незначительной социальной опасности. Наркомания – угроза национального масштаба. В стране обсуждают государственную программу реабилитации. В регионе – проект ресоциализации наркозависимых, совершивших преступления. Говорят, с такими гражданами работа ведется и в исправительных учреждениях. Разумеется, не все так радужно. За полгода до освобождения с лицами, которые подлежат освобождению, начинается работа с сотрудниками УСФИНа по подготовке именно, в том числе и медперсонала по подготовке к освобождению. За указанный период 15 лиц освободилось на территории нашей республики, которые пожелали остаться. Да, действительно. Но из 15 лиц на сегодняшний день мы смогли сработать только с четырьмя. Для постановки на учет, сопровождение и лечение освобожденных требуется их согласие. В этом медике просто бессильно. Наркоманию, как аппендицит, не вырежешь. Болезнь необычная. Тут ворох проблем от того, как уговорить на лечение, до того, как не навредить. Они, когда встают на этот диспансерный учет, там уже возникает проблема другого плана. То есть на них ставится печаль и все дальнейшее продвижение там где-то по карьерной лестнице, ну, во многом им где-то бывает закрыто. И пациенты боятся именно этого. Поэтому они либо уезжают на анонимное лечение, на анонимное обследование, а в официальные учреждения здравоохранения, то есть не официальные, даже на территории, допустим, республики, они не всегда доходят. То есть вот эта проблема тоже, в общем-то, существует. Поэтому здесь, ну, это вот вопросы больше, наверное, к юридическим службам и к законодательным органам. Станет ли принудительное лечение выходом – вопрос и нелегкий. Споры между сторонниками и противниками не утихают. И все важнее становится другой аспект – быстрое выявление наркозависимых. Чем меньше стаж, тем больше шансов на благополучную реабилитацию. Один из способов, прописанных в региональной программе противодействия наркомании до 2020 года – добровольное тестирование в вузах и СОЗах. Обследовали 32 учреждения, почти 5000 человек. Выявили трех, употреблявших наркотики. Однако под обследование не попала рабочая молодежь. А тест-полоски, что были в наличии, не совсем то, что нужно. Потому что выявление идет от гашиш, там героин и прочее. То, чего у нас очень мало. И тем более среди учащихся молодежи, среди которых распространены вот сейчас новые психоактивные вещества. Словом, использованные тест-полоски предназначены для выявления традиционных видов наркотиков. А в Чувашии распространены другие, более дешевые, как правило, новые. На закупку нужных тест-полосок и на более масштабное тестирование понадобятся дополнительные деньги. Расчетами в ближайшее время займутся заинтересованные министерства. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Закончились военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». Первое место в категории «Орленок» заняла команда гимназии номер 5. В «Зарнице» на пьедестале почета «Батаревская школа» номер 1. Организаторы и участники игр остались довольны. Более того, у них появились новые идеи проведения юноармейских соревнований в следующем году. 63 отряда участников, более тысячи молодых людей. Это не только школьники, но и студенты, и представители военно-патриотических клубов. Среди них первое место завоевал клуб «Родина» Маргаушского района. А среди кадетских классов – Янтиковская школа. Среди тех училищ впереди морпосад. Район хорошо подготовленный, Боинком тоже участвовал вместе со мной. То, что мы увидели, это передать словами невозможно. Это такой азарт. Столько команд, энергии. Форма, у каждого своя форма. Свои флаги, свои палатки там. Юрий Попов сравнил даже торжественную часть открытия «Зарницы» и «Орленка» с парадом 9 мая. Подчеркнув, что было также зрелищно и масштабно. У меня просто возникло такое предложение, наверное, к министру. Вот это мероприятие надо провести на центральном стадионе. Привлечь весь молодежь республики и показать. Возможно, в следующем году «Зарницы» и «Орленок» будут проходить в новом формате. Ну а пока победителям предстоит защищать честь республики на российском уровне. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Машины экстренных служб, пробка и угроза взрыва. В минувшие выходные между деревнями Лапсары и Карачуры произошла авария с участием бензовоза. Срочно сюда МТС! Бензовоз! Есть столкновение бензовоза! Стоплен, что вытекает! ДТП произошло на трассе М7. Прибывшие на место правоохранительные органы в считанные минуты перекрыли опасный участок дороги. Очевидцы происшествия отмечают, на проезжую часть вытек бензин, который мог вспыхнуть от малейшей искры. В случае взрыва пострадать могли не только участники дорожного движения, но и близлежащие населенные пункты. Проезжал минут через пять после этой аварии бензовоз в кувете с пробитым баком. Бензин их лечат на землю, кабина в смятку. Второй участник – ДТП фура. Кабина тоже повреждена, но слабее. Из пробитого бака фуры на асфальт сыпался какой-то белый порошок – гранулы. Объехал справа по обочине. Страшновато было, так как в 10-15 метрах от меня наполняющееся озерцо бензина. Потом по радио слышал, что дорогу перекрыли. Бензовоз в кувете со смятой кабиной. Грузовой эвакуатор уже подъехал. Вся дорога засыпана песком, и дежурит экипаж пожарной охраны. Позднее выяснилось – с бензовозом лоб в лоб столкнулась большегрузная фура, которая по каким-то причинам вылетела на встречную полосу. Мы здесь усматриваем разный факт. Во-первых, здесь и дождь прошел. Видите, что она скользкая, получая прощая. Во-вторых, мы рассматриваем, что данный участок, данный участок у нас является и очагом аварийности, там имеется колейность. На владельце дороги, управление ложкой дороги, мы оставляли административные материалы, имеются у нас выданы предписания. Но хочется отметить, что все факторы аварийности – это человеческие факторы, первые зависят. Если скорость не была бы такая высокая, где мог избежать и остановить транспортное средство водителя, который тягача шел, я думаю, могли бы избежать данное происшествие. Водителей, столкнувшихся автомобилей, с травмами доставили в больницу. К счастью, в аварии никто не погиб. Впрочем, помогло здесь не чудо, а скорее грамотное, даже героическое поведение сотрудников ДПС, которые вовремя перекрыли дорогу и организовали объезд. Здесь сработал инстинкт сотрудников госавтоинспекции, которые ехали неподалеку, то есть несли службу на данном участке и оказались мгновение на этом месте и приняли все меры по предотвращению чрезвычайных происшествий. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося и проводится проверка. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. К сожалению, в минувшие выходные без жертв не обошлось. С каждым жарким днем в Чувашии увеличивается количество утонувших. На прошлой неделе жертвами водной стихии стали 10-летняя девочка, 16-летний подросток, 73-летняя пенсионерка. По оперативным данным, с начала 2013 года в Республике зарегистрировано 23 происшествия на воде. Спасены 14 человек, погибли 23. О правилах поведения на воде говорят со школьной скамьи, но не все им следуют. Несчастные случаи в равной степени случаются как с детьми, так и со взрослыми. Несмотря на предупреждающие аншлаги, люди продолжают купаться в опасных, необорудованных водоемах. Спасателям приходится вести круглосуточное дежурство. С прошлой недели уже начали объезжать водоемы, те, которые находятся на территории сельских поселений, и смотреть, делать анализы, выводы, как они обеспечиваются, как контролируются, потому что разговор состоялся до этого. В принципе, даже на тех прудах, где у нас утонули люди, аншлаги есть. Но человеческий фактор, к сожалению, он играет и по сей день. В ГК ЧС Чувашии призывают отдыхающих бдительности и внимательности, и не только на воде. Эти правила актуальны и во время отдыха на природе. Пока леса Чувашии от пожаров уберечь удается. 28 июня ввели ограничения на въезд в леса. В Заволжье установлено два контрольных поста. Возгораний на сегодняшний момент не допущено. Проводим двукратное авиапатрулирование. Средства с республиканского бюджета в сумме 500 тысяч рублей выделены на авиапатруль. На сегодняшний день воздушным судном выполнено 19 полетов. Налет составляет 10 часов. Остаток полетного времени согласно контракту 20 часов. Кроме этого проводится и усиленное наземное патрулирование. Лесные инспекторы, сотрудники лесопожарной службы, работники лесничеств обходят свои владения. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Междугородние билеты будут продавать только по документам. Сегодня вступают в силу федеральные правила перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом. Такую информацию опубликовал сегодня на своем сайте Минтранс Чувашия. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, необходимо будет предъявлять при покупке билета на межрегиональные маршруты. Это правило относится к автобусам большой и средней вместимости, маршруткам, отправляющихся с автовокзалов. Вводится такая же система, как и на ЖД и авиатранспорте. В Минтрансе подчеркнули, что информация о перевезенных будет доступна только правоохранительным и контролирующим органам. В управлении Государственного автодорожного надзора по Чувашской республике отмечают, что в преддверии универсиады введены строгие правила пропуска маршрутного транспорта в соседний регион. Разрешение на въезд в Казань будет только у регулярных рейсов и личных автомобилей. Глава Чувашия Михаил Игнатьев посетил молодежный форум Приволжского федерального округа Иволга-2013, который проходил в Самарской области. Проект реализуется по инициативе и при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича. В нем приняла участие и делегация из нашей республики. В форуме Иволга приняли участие порядка 2000 студентов из 14 российских регионов. Юноши и девушки представляли свои инновационные и социальные проекты в рамках образовательных смен «Технология добра», «Фитнес-смена «Беги за мной», «Информационный поток», «Строительство и ЖКХ», «Инновация и техническое творчество», «Политика», «Ты предприниматель», «Арт-квадрат». Глава Чувашия Михаил Игнатьев познакомился с работой форума, пообщался с делегацией из Чувашии, вместе с ребятами поболел за участницу конкурса «Мисс Иволга-2013» студентку ЧГУ Светлану Алексееву, которая в итоге и стала победительницей. Напомним, «Иволга-2013» проходил в Самарской области с 18 по 28 июня. Это своего рода подготовительный этап для участия региональных молодежных делегаций во Всероссийском образовательном форуме «Селигер-2013». Раньше в это время года чувашские юноши и девушки устраивали праздник, перетанцевали, веселились и даже гадали. Сейчас эта традиция превратилась в большой праздник Уяв, который из года в год проводится в городе Нурлат. Мои коллеги побывали на Всероссийском празднике Чувашской национальной культуры в республике Татарстан. Настоящими жемчужинами у Ява стали фольклорные коллективы с разных уголков нашей страны и гости праздника. Представители правительств дружественных республик Татарстана и Чувашии, турецкого города Джейхан и даже жители Рейнса, города карнавала французских королей. Гостей встречали настоящие чувашские традиции. Пиво, нурлатский хлеб с солью, душевные песни и заводные танцы. У Яв становится для нас родным, долгожданным, очень веселым, прекрасным, красочным праздником. Поэтому я поздравляю всех сегодняшним красочным, очень хорошим, очень веселым праздником, праздником У Яв. У Яв – один из самых старинных народных праздников. Чуваши отмечали его, кажется, на протяжении всей своей истории. Молодые люди водили хороводы и заодно приглядывали себе избранников и избранниц. Впрочем, семейным людям, старикам и детям тоже было не скучно. Здесь знакомились с чувашскими обычаями сватовства, запускали по традиции кошку в новый дом и даже приглашали в настоящую баню. Бог вам подарил вот это счастье быть на всероссийском Уяве. Это должна быть мечта каждого чувашка. Побыть на родной чувашской земле. Наши предки всегда в дружбе жили нашими друзьями, татарами, русскими, другими народами. Чувашский народ – великий народ, как и все другие. Выставка подворья подтверждает, и домашний уклад, и ремесла, и традиции сохраняются в своей самобытности, где бы люди ни жили. А уж народное творчество тем более, ведь оно передается из уст в уста от поколения к поколению. И сегодня юные нурлатцы поют и пляшут точно так же, как их бабушки и дедушки. Праздник на самом деле давно уже перерос границы республики, стал всероссийским. Наверное, он идет, развиваясь к международному масштабу. Сегодня сюда приехали посланцы из более чем 20 регионов, где компактно проживают Чуваши. Отрадно, что в этом празднике из года в год становится больше участников детских коллективов. И это вселяет уверенность, что наши обучаи, наши традиции не исчезнут, а будут развиваться. Для Чувашей, живущих в Нурлатском районе, уяв одна из ниточек, которая связывает их с исторической родиной. И в следующем году эта ниточка, возможно, свяжет на празднике еще больше старых и новых друзей. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов, Республика. Жители Чувашии поддержали Сочи, выйдя на массовые старты. В республике состоялся Олимпийский день. В этом году он уже 24-й по счету. В назначенный час на разных площадках развернулись спортивные баталии. Соревнования по легкой атлетике, турнир по баскетболу, на набережной залива прошел массовый велопробег. Побывал там и мой коллега Дмитрий Ковалев. Чувашия голосует за спорт. Олимпийский день собрал под своими флагами несколько сотен горожан. Кто-то сюда приехал с коллегами, кто-то с семьей. У пунктов проката на Чебоксарской набережной выстроились большие очереди. Велосипедистов столицы с каждым годом становится больше, отметил Михаил Игнатьев. 24-й Олимпийский день это только подтвердил. Каждый любитель спорта, каждый спортсмен желает стать чемпионом или чемпионом России, или чемпионом Европы, или чемпионом мира, но профессиональный спортсмен, спортсмен уже высшего класса хочет победить на Олимпиаде. Пока спортсмены готовятся к Олимпиаде, любители выдвигаются на старт велопробега. Его посвятили сочинским играм. В одной колонне чиновники, ветераны, дошкалята. На своих железных конях они пытаются не отставать ни от кого. И даже когда остаются позади всех, не сходят с дистанции и рвутся вперед. На старт вышли чуашские скороходы. Вместе с чемпионами и призерами соревнований дистанцию решили преодолеть самые обычные горожане. Забег поистине символический. 60 лет назад в республике появилась спортивная ходьба. Те, кто стояло у ее истоков и завоевывал первые медали, тоже вышли на старт. Правда, до финиша добрались не все. С дистанции из-за небольшого столкновения сошли два велосипедиста. Оба отделались лишь легким испугом. Участникам пробега вручали памятные дипломы. Но многие признавались, что пришли сюда не ради наград, а участия в празднике спорта. Это безусловно здорово. Мало того, я вот взяла своих детей, я не очень счастлива, очень довольна. Я советую всем придерживаться здорового образа жизни и участвовать в таких великолепных мероприятиях. Уехспеда пока нету. Мы взяли у зитька и приехали. А потому что нет? Нет, обычно первый раз. Только хотели. Сейчас понравилось очень. Очень хорошее настроение получили за отряд бодрости. Хотим со всеми поделиться хорошим впечатлением, позитивом, чтобы люди подтягивались. И на следующий год, следующий ростоветский олимпийский день, в Чуваш появилось еще больше народа. В Чебоксарах массовый велопробег, в районах турниры по баскетболу и футболу. В школах учителя проводили спортивные уроки. Олимпийский день в республике своим участием поддержали более двух тысяч человек. Медрик Валев и Андрей Спиридонов Республика. Широкая Волга, чувашская музыка и зажигательные танцы. В минувшие выходные в Чебоксарах стартовал новый танцевальный проект «Адалташи». Самая долгожданная вечеринка этого лета состоялась на теплоходе. Возможность отдохнуть и потанцевать на свежем воздухе жителям республики подарила национальное радио Чувашии. На первую дискотеку от национального радио собралось почти 200 человек. С первых же минут стало ясно скучно не будет. Ведущий вечер Ксения Олексина и Дмитрий Митяев шутили, смеялись, танцевали и пели вместе с гостями. А самые активные участвовали в конкурсах и получали призы. На танцполе вместе со всеми зажигали и звезды чувашской эстрады. Типшим Сашук, Диана, Алиса Чайникова. За вечеринкой могли наблюдать и слушатели национального радио. Прямо с теплохода Дима Митяев вышел в прямой эфир. Тем, кто в этот раз не смог попасть на Адолташи, не стоит расстраиваться. Следующая вечеринка не за горами. Встречаемся в ближайшее воскресенье в Реченом Порту в 19.00. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Линейка автомобильных брендов, которую представляет Транстехсервис в Чебоксарах, пополнилась еще одним автопроизводителем. Официальный дилерский центр «Мазда» открыл свои двери в Чебоксарах. У меня на этом все. Всего вам доброго. До свидания. Лидер среди региональных авторитейлеров компании Транстехсервис расширяется. Дилерская сеть пополнилась еще одним холдингом в Чувашии автосалоном «Мазда». По случаю торжественного открытия нового дилерского центра состоялся грандиозный опен-эр. Гостей мероприятия, которые пришли разделить праздник с компанией «Мазда» и холдингом Транстехсервис в этот день порадовали представленный яркий модельный ряд «Мазды», фуршет и насыщенная шоу-программа. Для маленьких гостей праздника работала детская аниматорская зона с веселыми играми, зажигательные танцы, вокальные номера, фото на память и многое другое. Накопленные опыты знаний помогают Транстехсервис крупнейшему дилеру иностранных автомобилей двигаться вперед и развивать свою сеть. В прошлом году продажи автомобилей компании ТТС в девяти городах составили более 50 тысяч. Это свидетельствует о доверии покупателей группе компании Транстехсервис. Залог успеха продажи автомобилей «Мазда» в России, как и в Чувашии, отмечает директор нового автосалона это комфорт, мощность и, конечно, качество. Уже сейчас в автосалоне «Мазда ТТС» в Чебоксарах можно приобрести любую модель авто. «Мазда 3» и «Мазда 2» то есть это компактные автомобили. Если мы берем средний класс это «Мазда 6», соответственно, «Мазда ЦХ5». Ну и крупные автомобили то есть это «Мазда ЦХ9». В шоуруме они практически все есть, то есть люди всегда могут прийти в доступности их посмотреть, потрогать, прокатиться на тест-драйве, проверить динамику, то есть комфорт автомобилей. Кстати, самая продаваемая модель за всю историю марки «Мазда 3» нового поколения появится в продаже уже в конце этого года. Решение об открытии автосалона «Мазда» в Чебоксарах компания «ТТС» приняла давно. Чтобы не стоять на месте, уже в феврале этого года компания начала работать в тестовом режиме. Официальный дилерский центр «Мазда» компании «Транстехсервис» современный, просторный и удобный. Площадь шоурума позволяет представить широкий модельный ряд 8 автомобилей. Здесь все условия для простоты и удобства приобретения своей «Мазды». Сотрудники автоцентра, прошедшие специальную подготовку, могут быстро и подробно предоставить всю интересующую клиенту информацию. Во всех дилерских центрах «Мазда» разработана схема покупки трейд-ин. Клиенты имеют возможность сдать свой поддержанный автомобиль при приобретении нового. Главный принцип работы официального дилерского центра «Мазда ТТС» в Чебоксарах удовлетворение потребностей и желаний каждого клиента. Компания «Транстехсервис» приглашает поклонников популярной марки «Мазда» в новый автосалон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...